Привет, это Артур. Я продолжаю записывать 30 видео за 30 дней. Это 16 видео, сегодня 16 ноября. И я вообще хотел сегодня записать видео с ответами на ваши вопросы, которые вы присылали мне в комментарии. Спасибо, кстати, что это делаете. И классная новость в том, что у вас есть возможность еще задать вопросы в комментариях под этим видео или под любым другим, потому что сегодня я записать это видео не успеваю. У меня сегодня просто безумный день, вообще полнейшая труба. Поэтому вместо этого поделюсь одной очень короткой идеей, которая мне значительно помогает уже, наверное, несколько лет выстраивать отношения с людьми и получать то, чего я хочу. Когда я не забываю этой идеей пользоваться. Вот записываю это видео, чтобы зафиксировать и самому себе его присылать тогда, когда я в нем нуждаюсь. Очень простая мысль. Часто бывает так, что мы с кем-то не согласны, нас кто-то обижает, мы на кого-то раздражаемся, что-то идет не так. И, как правило, в разговоре с людьми мы в такой ситуации говорим, ты меня бесишь, ты меня не уважаешь, ты меня не понимаешь. И в ответ, таким образом, мы вызываем реакцию защиты. Ты говоришь человеку, ты дурак. Естественно, человек не соглашается с тем, что он дурак. Человек всеми силами пытается защититься и сказать, что нет, он не дурак. Вместо этого полезно, и я себе постоянно об этом напоминаю, потому что часто об этом забываю, вместо этого полезно использовать то, что психологи называют «я-сообщение». Психологи и специалисты по коммуникации. Когда вместо того, чтобы сказать «ты дурак», ты говоришь «я расстраиваюсь, что ты ведешь себя таким образом». Я переживаю за тебя. Например, я часто использую это в общении с дочерью, когда она лезет на какую-нибудь верхотуру или делает что-то опасное, ну, такое слегка опасное, то, что заставляет меня нервничать. Слушай, я когда вижу, как ты лезешь на вот эту штуку, мне страшно. И это помогает дочери понять мои чувства, это помогает мне высказать свои чувства. И она в целом понимает, что если папе страшновато, то значит, действительно, надо подумать, стоит ли делать эту штуку. То же самое в ситуациях конфликтных, когда хочется сказать, что ты невнимательный, ты безответственный. Детям часто такое хочется сказать, ну и не только. И полезно в этот момент остановиться и сказать «слушай, я бы хотел или хотела бы, чтобы ты делал что-то». И чтобы сформулировать вот это «я» сообщение, приходится останавливаться, приходится подумать. Это намного сложнее, чем просто сказать, что ты лентяй. Потому что для того, чтобы сказать это на языке «я хочу чего-то» или «я чувствую что-то», нужно остановиться и подумать. И окажется, что вместо «ты лентяй» имеет смысл сказать, что «я переживаю из-за того, что ты ничего не делаешь». Или «мне кажется, что ты проводишь свое время не так, как нужно, не так, как следует». Может быть, над этой фразой тоже еще можно поработать, но в любом случае это уже что-то про нас. Мы не обвиняем человека, мы не наезжаем на него, мы просто говорим о своих чувствах. Еще это можно использовать на переговорах. Вот таким образом. Если вы договариваетесь с работодателем или с клиентом о гонорарии, о зарплате, о каких-то условиях работы, вы можете прийти и просто сказать «я хочу столько» или «я хочу, чтобы у нас рабочий день проходил вот таким образом, хочу выполнять вот такие обязанности» и так далее. Вы не диктуете свою волю, вы не ставите ультиматум, вы не выкручиваете руки, вы просто говорите о том, как вы хотите. Вот и все. Увидимся завтра. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok